Здравствуйте! Наша программа продолжается и мы встречаем гостей. Это ученики детской цирковой школы Казанского цирка. Они завоевали два приза на международном фестивале артистов цирка Сен-Поль-Ледакс. И вот они в студии. Владимир Серов, Елизавета Демидова, Ярослав Краснов, Ксения Семенова и их руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, Светлана Шарапова. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Ну давайте поговорим о том, какой номер вы представили, что вы стали победителями? Ну, мы представили номер такой, довольно-таки в цирковом уже мире умирающий. Но не то, что умирающий, просто он очень сложный. Забытый, скажем так. Нет, просто его никто не хочет возрождать. Из-за сложности? Очень сложный. Это очень сложный номер. Но мы пошли дальше. То есть мы единственные в мире, у которых этот номер двойной бамбук синхрон. Бамбук. А в чем он заключается? Что такое бамбук вообще? Бамбук это перш, на котором висит мальчик. Второй вопрос – перш. Ну, это такой металлический, два с половиной метра. Да, вот кто далекий. Ну, не цирковой сложно, наверное, представить. Вот все эти названия профессиональные. Цепляется мальчик там, петлю в ноге, и все делают отрывные трюки с девочкой, разные акробатические и гимнастические. В чем опасность такого трюка тогда, скажем так? Опасность в том, что они отрывные. То есть, если вы видели, сейчас очень модно, это полотно, это воздушная гимнастика в кольце, то есть она цепляется, там такого отрывного нет. То есть он подбрасывает ее, она в свободном падении, да. И последний трюк у нас такой. Это действительно классика, наверное, да, вот еще вот, ну, из тех годов. То есть, смотрите, если это представить, то есть у вас же две пары работают, получается, одна пара здесь, другая здесь. Да, все правильно. Мальчики висят вверх ногами. Да, да. Они раскачивают, и девочки тоже летают между собой. Нет, у каждого своя пара. Вы чуть-чуть путаете, это воздушный полет называется. Это сетка. Ага, а. А, то есть они обратно. И последний у нас трюк, который просто там, ну, французы просто кричали, визжали. Это свободное падение, да, как в тарзанке, они выкидывали девочку, они 8 метров улетели. И куда метр осовался до земли. А, ну, то есть, естественно, на страховке там, на всем этом. Да, ну, на петлях страховки. А то, я так думаю, просто так сложно за метр от земли остановиться. Ну, это очень так зрелищно. Ну, конечно. Мы знаем, что французы аплодировали вам стоя. Да, это жюри. Да, жюри. Это было очень приятно, потому что другим не аплодировали. Аплодировали только кто взял золото. Ну, извините меня, это люди, которые уже предпенсионного возраста, это чемпионы Европы, которые пришли из Акробатики и делали четверку. Такую колонну собранную уже, ребята, такие, которые уже взяли серебро Монте-Карло в Испании. Они уже как 10 лет работают в Европе, не вылезая из Европы. И мы простые ученики. Вот представьте, вот такой разброс возрастной. Почему это? А разброса нет. Мы попали на профессиональный, мы там не должны быть. Мы не были на детстве. Давайте поговорим, конечно, вот о наших героях. Да, вот как раз. Если вы говорите, что там уже предпенсионный возраст. Здесь я вижу перед собой совершенно молодых ребят, особенно девчонки вот молоденькие. Сколько кому лет вообще и как давно они вот в этой, в этом, в цирковом деле, да, в цирковом мире? Ну, мне 12. Я пришла в цирк, мне было 8. И сразу, ну, почти сразу попала на бамбук. Так. А, Ксения? Мне 13. Мне тоже попало 8 лет. И не так сразу попала в бамбук. В прошлом году. Да. То есть бамбук – это какое-то направление определенное, да? Да. Это воздушные гимнастики направления. Все абсолютно правильно. А ребята? Ярослав. Ксюша, моя партнерша, мне 17 лет. И в цирковую школу я пришел в 9 лет. И около года мы вот с Ксюшей занимаемся именно партнерами. Ну, у вас такая профессиональная пара. Там же тоже вот как в фигурном катании пар нам подбирают, наверное. По каким принципам? Вот, извините, мы еще вот оставили молодого человека для внимания. И поговорим. Мне 17 лет. Моя партнерша Лиза, я с ней уже давно занимаюсь. Пятый год пошел. Ого! Вы таки уже вообще формировались. Вы тоже с 9-летнего возраста? Нет, я пришел в цирк давно. 5 лет. И вот, продолжая вопрос, то, что как подбирают пару друг к другу? По эмоциональным каким-то вот параметрам, по физическим параметрам, по психологическим? Вы правы абсолютно. Ну, просто из-за того, что как бы уже больше 20 лет я работаю в этой сфере, это, как говорят, мюх есть. Вот. Чуйка. Чуйка, да. Да. Ну, здесь, наверное, тоже важны. Да, просто умова с Лизой, почему так... Надо же было чем-то удивлять, и просто вторая пара у нас выпала, ну, по некоторым причинам, и поэтому срочно нашла их замену. И ребята за год просто вошли, прям молниеносно. А как у вас день проходит у детей, получается? Во сколько вы приходите, сколько занимаетесь? Они приходят к 3 часам в цирковую школу, потому что есть... Вторая смена, да. Да, вторая смена, уходят в 7, ночью делают уроки, без выходных. Мне это знакомо, я в музыкальной школе училась тоже. Но мне кажется, ничего в этом плохого нет, потому что это дисциплинирует. Ведь, во-первых, если они хорошие результаты у них, как говорят, вот, вы, наверное, в школе двоечники. Нет, они все хорошо... Ничего подобного. Да, они все очень хорошо учатся. Мы знаем, что и директор цирка тоже вручала приз, как это было? Да, наш директор Эльмира Булатова вручала специальный приз Казанского цирка. Она вручила очень хорошему итальянскому номеру, это Династия Тони. Они, кстати, их двоюродные братья у нас сейчас в Казани. Да, с представлением. Вот она им поручила приз зрительских... Нет, она поручила приз от Казанского цирка. То есть это приз не вам был? Нет, конечно. Но это смешно, как свой директор. Нет, ну, может быть, она как-то вам приз и сказала, какие вы у нас молодцы, смотрите вы, что нам принесли. Она нам так сказала после того, когда мы взяли серебро. А вот с какого возраста можно приводить детей в цирковую школу? Ну, у нас школа, мы принимаем детей с 5 лет, мы не видим смысла. Мы ставили эксперимент в 4 года, но это очень маленький, это очень сложно. Вот. У нас как бы в 5-6 лет это подготовительная группа, а в основную школу мы берем с 7 лет. А как происходит вот процесс обучения, получается, как вы узнаете, или опять-таки это чуйка, куда, какой ребенок, чем будет? Нет, я сейчас объясню. Так не получится. Сначала надо у ребенка собрать кирпичи, правильно? То есть он должен быть физически подготовлен. Просто мы сначала занимаемся ОФП, у нас 40 направлений жанров. Пробуем его туда-сюда, туда-сюда, потом смотрим, куда человек пойдет. А если он хочет, у него желание какое-то быть так же вот воздушным гимнастом, а у него, допустим, ну, только на слонов нет. Значит, он не будет воздушным гимнастом. Там, тренировщиком. У нас школа, у нас поурочная система, и у нас очень все как бы серьезно, это как на уровне Олимпийского резерва. То есть наша школа, она давно уже такая знаменитая, ее знает весь мир. В Казани практически только сейчас ее начали узнавать. Вот, то есть мы были 4 раза в Монте-Карло, брали призы у нас лично принцесса Монако, поздравляла, она писала поздравительные, писала нашу президенту. Вот ведь у нас наши герои под носом, можно сказать. Наши воспитанники, они тоже как бы потом отправляются работать во всему миру. Вот, вот смотрите, вот как раз-то наконец-то этот вопрос решился. Очень не обидно, наша школа существует 27 лет, 5 учеников наших работают в Дюссалее, более 30 учеников работают в лучших программах нашего российского цирка. Ну ведь насколько обидно, правильно? То есть мы готовим, и потом кому-то как отдаем, да, чужому дяде. И наконец-то, наш министр, огромное ей спасибо, она решила возобновить татарскую свою труппу. Зачем я должна готовить и кому-то их отдавать? Конечно, я согласна, чтобы они должны прославлять наш Татарстан. Кстати, на этом фестивале, хоть как бы и мы и были, ну, понятно, что Россия, но нас объявляли, что мы, Республика Татарстан, Казанская цирковая школа. Это прям для меня принципиально. Для нас тоже. Для нас тоже, я думаю, надо прославлять нашу Республику. Да, конечно. И давайте тогда, если мы уже начали вот уже о взращивании, скажем так, молодых кадров, у ребят какие планы на будущее? Ну, вчера мы были на встрече с министром, они все сказали, что они хотят быть артистами, сказал, какой кошмар. Я не знаю, я надеюсь, что мой труд как бы даром не пройдет. Вот, то есть, ага, вы так им сейчас дали такой сигнал, посыл такой, ребята такие промолчали, такие, м-м-м. Ну, можно у них спросить, но я, хотя их приучаю, конечно, говорить правду, знаю. Да, есть желание продолжить это и сделать это делом своей жизни. Казань и остаться в Республике. Да, и остаться в Республике. Здорово, конечно, что. Мне кажется, это, безусловно, хорошо то, что Казань хочет создать свою труппу, потому что это, ну, как минимум, будет наследие, это будет история, вот, и быть частью этой истории, быть частью этого, ну, скажем так, проекта для начала, а уже в будущем, как бы, что-то больше иметь, это же прекрасно. Здорово. Не было вообще никого детей. Вот, представьте, да, у вас в школе, вы тренер, у вас футбольная команда, и вдруг ваша команда соревнуется, там, с Каз, Динамо, Москва. Вот, представляете, какой уровень? И не просто этот уровень. Сирк Никулина взял бронзу, мы взяли серебро. И серебро мы поделили с артистом Дюссалея. Ну, это, действительно, это показатель, да, поэтому молодцы, большие молодцы. Я надеюсь, что действительно, как Эдель уже сказал, напророчил вас. Ждем вас еще у нас в студии. И дальнейших вам, конечно же, успехов. И роста, роста. Спасибо огромное. Спасибо огромное, что вы нас пригласили. Спасибо большое.